Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А с выбором кино на домашний просмотр Поможет незаменимая Бобина Даниила Ой, какой растеп Наконец-то дома можно посмотреть Очень странный, гнетущий, но по-своему Притягательный триллер Маяк Я расскажу, не сомневайтесь Для меня маяк одно из главных открытий начала 2020 года На дворе конец 19 века Где-то на отшибе побережья Новой Англии находится маяк Молодой человек Эфраим приезжает работать Помощником смотрителя маяка Но по классике жанра у старика Проблем с кукушкой Постепенно и молодой сходит с ума И начинают происходить своего рода странные делишки Не самые типичные С топором за ними никто не гонится Никакие гремлины со скримерами из-за угла не вылезают Нет-нет-нет, тут все гораздо жестче Хочешь какашек в лицо? Да пожалуйста Хочешь совокупления с русалкой И то, как один из них превращается в спрута И душат кентаклями другого? Да на здоровье! В маяке такого добра просто навалом Однако все имеет свой глубокий смысл и подоплеку Для кого-то это аллюзии на древнегреческие мифы Для кого-то история о латентной гомосексуальности Для кого-то о пропасти между старшим и младшим поколением А для кого-то это просто поехавший фильм От себя скажу, что «Маяк» это безумно талантливый авторский триллер Где просто уйма восхитительных художественных решений Интересное освещение, замкнутое пространство, черно-белая картинка, соотношение сторон Именно это и создает атмосферу ужаса Вовсе не скримеры А дуэт Роберта Патисона и Уильяма Дефо просто восхитителен Это невероятные перформансы От Патисончика вообще не ожидаешь такого исполнения чувака Постепенно скатывающегося с катушек У Роберта большое будущее И надеюсь, скоро он отвяжется от клейма сияющего вампира Разумеется, «Маяк» только для любителей психологических триллеров Если хотите словить нужный «Уайп», то вы по адресу Но ни в коем случае не подпускайте детей к экрану А то еще откачивать придется Я предупредил «Бладшот» Новый кинокомикс от режиссера-дебютанта Плюс свином Дизелем в главной роли Сюжет «Бладшота» ну настолько схематичен и примитивен Что начинает сводить ягодицы Жил-был супер-брутальный военный Любил он свою красавицу-жену Но тут внезапно их убивают А Дизеля воскрешают при помощи наночастиц Благодаря чему тот становится ультра-сильным солдатом Супер-регенерацией, супер-брутальным взглядом Ну вот это вот все А далее по классике жанра Дизель начинает мстить злодеям Честно говоря, была небольшая надежда на что-то оригинальное Перед стартом в большом прокате Создатели обещали не типичное противостояние CGI-моделек А некое новое прочтение супергеройского жанра Но нет, ложь Ложь и провокация Смотреть адекватно «Бладшот» попросту невозможно Вин Дизель просто переехал из форсажа в «Бладшот» Попутно прихватив с собой весь запас фирменных маек Герой все так же сводит брови Делает губки бантиком Стреляет пафосными цитатами И все так же невозмутимо крут Если история Доминика Торетто Все же переключает внимание на других брутальных мужиков То здешний Стабш полностью сконцентрирован на Дизеле Посему на выходе получается очень скучный Очень душный и очень неоригинальный боевик Которого хватает на 30 минут просмотра Если и смотреть фильм на тему Нано-прокачки человека То обратитесь к апгрейду Очень бюджетная и оттого виртуозная Гипнотически прекрасная лента А картины по типу «Бладшота» Стоит списывать в утиль Даже для домашнего просмотра не катит Вот уже несколько недель подряд Наша передача пытается вам посоветовать Хорошие фильмы и сериалы Но ввиду карантина А данный выпуск записывается на карантине Запасы фильмов кончаются И теперь Создатели видеосалона «Базука» И редакция телеканала «Дважды два» Специально для вас решили устроить мини-флешмоб Где каждый боец посоветует вам Что можно и даже нужно смотреть дома Самое время пересмотреть «Зомби по имени Шон» Прекрасного Эдгара Райта Такое время вы не пожалеете Холистическое агентство Дирка Джентли Надо смотреть обязательно Непростые времена требуют непростых комедий На самом деле на карантине Стоит не забывать и про советскую классику Например, «Печки-лавочки» От легендарного Шукшина Очень рекомендую Из самых свежих киновпечатлений Хочу посоветовать фильм «Платформа» Это такой метафорический фильм ужаса В стиле моего любимого фильма «Куба» А я рекомендую всем К просмотру фильма «Мистер Чорч» В котором всеми любимый полик Эдди Мёрфи Сыграл драматическую роль Очень рекомендую фильм Крупная рыба Там про рыбу и про любовь Советую вам посмотреть фильм «Мама» с Дженнифер Лоуренс На карантину советую посмотреть вам Французско-бельгийскую комедию 2015 года «Новейший завет» А вы также можете подключиться Обязательно пишите свои любимые фильмы в соцсетях С хэштегом «Базука рекомендует» И думаю, каждый из нас сможет помочь друг другу С выбором того или иного кинофильма на вечер Но я напоминаю, что мнение автора То бишь меня, Даниила Может не совпадать с мнением телеканала Постойди, а как же я? Лично мне нравится сериал «Лучший звоните соло» Или мне нравится? Тёмные дела света боятся Но не Сол Гудман Пустелся ли прах индей адвоката во все тяжкие? И стоит ли ему звонить? Мы узнаем прямо сейчас Оно! Это слёзы розы Я Роза Ризотто В начале 2015 года состоялась премьера Первой серии долгожданного спин-оффа во все тяжкие «Лучший звоните соло» Сериал сразу же стал невероятно популярным И даже побил рекорд по просмотрам на кабельном телевидении Но быстро сбавил обороты И слава пошла на спад Зрители ждали продолжения кровавых и динамичных разборок Мексиканских наркобаронов Но что же они увидели вместо этого? Судебные интриги! Упси-дупси Опрометчиво было ожидать от сериала продолжения похождений учителя химии Но не спешите сворачивать удочки Режиссёром «Лучше звоните соло» выступил Винс Гиллиган Автор во все тяжкие И на протяжении пяти сезонов мы наблюдаем становление героя Из мелкого, добродушного афериста Джеймса МакГилла Великого и ужасного Соло Гудмана Путь долгий и довольно термистый А походу встречаются уж больно знакомые лица Действие сериала происходит за шесть лет до событий всех тяжких Здесь вам расскажут предысторию Густава Фринга Покажут подноготную картель и докучавшей Хазенбергу А старина Майк так вообще играет одну из главных ролей Режиссёр вновь радует зрителя медленными проездками камеры По безлюдной пустыне, теплым оранжевым фильтром И, конечно, небом, заполняющим пол кадра Конечно, сериал про адвоката не похож на динамичную сагу О властном Волтере и его помощнике Джесси Но ему тоже есть чем вас удивить Если вы хотели вновь погрузиться в преступную атмосферу города Альбукерки Этот сериал вам отлично подойдёт Но нужно понимать отличия Это не мафиозный боевик, а скорее личностная драма Несостоявшегося адвоката Ирония в том, что мистер МакГилл Использовал свою хитрость и уловки для благих целей В первом сезоне он нанял мужика, который специально свалился с билборда И Сол показательно на камеру его спас Чтобы запустить сарафанную рекламу своего бизнеса Он даже помогал старикам, чтобы защитить их от махинаций завещаниями Но старший брат в него не верил и всячески унижал бедолагу МакГилл старший не замечал хороших поступков Сола Люди вешали на него клеймо жулика, и его сломала система Назови человека сто раз свиньёй, и на сто первый раз он хрукнет Сол не раз пытался встать на путь исправления Однако мир устроен так, что законными методами здесь героя никак не выжить И уж точно не разбогатеть Отсюда получается моральная дилемма, и жизнь вынудила Сола Гудмана стать тем, кем он стал в итоге Хищником Только не волком, как Хайзенберг, а скорее лисом Персонаж восхитительный и великолепный А актёрский перформанс Боба Одинкорка завершает этот прекрасный образ Критики, как и зрители, в один голос нахваливали этот сериал Но моё мнение немножко разнится с общественным Хоть сериал и смотрится целостно, после просмотра во все тяжкие Невольно начинаешь сравнивать две эти работы И понимаешь, что до оригинала ему далековато Я самый хитрый адвокат на свете И я выиграл дело И поднялся по карьерной лестнице И заполнил бумаги Вау, как весело! Изначально авторы хотели сделать 30-минутный ситком, но потом остановились на часовом хронометраже А сюжет принял более драматические краски Да, Сол ухаживает за своим братом, который боится электричества А затем и вовсе противостоит ему Он пытается наладить личную жизнь со своей коллегой На заднем плане маячит мексиканский картель Но все равно чего-то не хватает Возможно, именно из-за этого сюжет пришлось разбавлять бумажными интригами Но нужно отдать должное Даже настоящие адвокаты, посмотрев Соло, сказали, что сериал максимально приближен к жизни И махинации, которые проделывает главный герой, вполне имеют место быть Недавно состоялась премьера пятого сезона, а впереди еще шестой, но рейтинги неумолимо падают в пол В итоге получилось очень узконаправленное произведение Но это не значит, что оно плохое В итоге получился нерасторопный, в меру напряженный и насыщенный юмором сериал про чудака-адвоката Если вы, дорогой зритель, любитель субтитных разбирательств, психологических противостояний Или на худой конец всех тяжких, то Роза рекомендует Приговариваю вас к пяти сезонам лишения свободы Далее в программе Хоббит, деградация или технологический прорыв? Узнаем в кино из-под кишка Разочарование, лишь название или описание сериала? Рассказывают дядя Боря, Гаврюша и Мишкин с мультиварки Все это после рекламы в видеосалоне Базука Никуда не расходитесь А сегодня нам пишет Рамин Адилов из славного города Саратов А пишет он следующее Дорогие кино из-под кишка После вашего последнего выпуска мне внезапно стало интересно Какие же секретики кроются за созданием хоббитцов? Что ж, ради Раминки, думаю, стоит обозреть хоббита в рубрике Раминки, но из-под кишка Потишочка Хоббит это самый настоящий долгострой Который из-за правовых и судебных разбирательств Очень долго не мог добраться до больших экранов Один фильм внезапно перетрансформировался в два Но, как говорится, бог любит троицу И продюсеры раскатали кудрявого мужичка на три длинных эпических кинополотна Общий бюджет в этот раз перевалил за 500 миллионов долларов А снимались картины вновь в Новой Зеландии И на процесс ушло 240 дней Да, труда было вложено немало Однако ныне эту трилогию принято сравнивать с приквелами «Звездных войн» Когда все стало дороже и визуально красивее Но излишняя компьютерная графика и зависимость от технологий сыграла с трилогии злую шутку Настал тот момент, когда кинематографистам стало гораздо проще рисовать орков на компьютере Чем создавать для них костюмы Разумеется, это технологический прорыв Но и есть в этом что-то меланхолично грустное Однако стоит выяснить, что иногда компьютерная анимация жизненно необходима И речь даже не о драконе и гномах А что это вы делаете, Егор Данилович? Это я пытаюсь проверить, не компьютерный были часом Это правильное дело Если в Хоббите все нарисовано на компьютере То нужно убедиться, не являясь ли я компьютерной симуляцией Компьютерная графика позволила сделать то, что 20 лет назад кинематографистам было не под силу Например, режиссер решил вернуть в ленту Сарумана Белого А его роль все так же исполнил легендарный и ныне покойный Кристофер Ли На момент съемок артисту было под 90 лет И возраст не позволял ему преодолеть огромные расстояния ради съемок в Новой Зеландии Посему специально для него были организованы лондонские съемки Артист оторвано сидел на фоне зеленого экрана Отыгрывал свои сцены, а затем его фигуру прикручивали к остальным актерам А дабы минимизировать количество морщин, лицо заметно выравнивали Это же касалось и Орландо Блума, и Иена Холма Последний также не мог из-за болезни выехать за пределы Лондона Посему ему также организовали съемки на дому В этот раз команда решила не мудрить и отказалась от фокусов с форсированной съемкой Теперь Гномы и Хоббит снимались на локации, а Гендальфы снимали отдельно на зеленых экранах Для Иена Маккеллина это было самым настоящим кошмаром Заслуженный артист Королевского театра был вынужден играть почти весь фильм в зеленых комнатах На видео со съемок видно, как он по-джентльменски нервничал Какие-то моменты именитый артист даже плакал на съемочной площадке, бурча про себя «Не для этого я пришел в кино» Негодование Маккеллина было понятно По словам актера, когда во «Властелине колец» им нужно было снять артистов на вершине горы Их высаживали на вершину горы Но теперь все совершенно по-другому Но для съемочной команды задача заметно упростилась Специальные программки просчитывали воображаемое окружение прямо во время съемок А улучшенные технологии захвата движения позволили Энди Серкису не исполнять роль голого по два раза К слову, роль дракона Смауга исполнил Бенедикт Камбербэтч Именно исполнил Помимо своего голоса актер подарил дракону свою мимику и движение Команда хотела совершить новую революцию со времен «Властелина колец» И решили выпустить фильм в технологии 48 кадров в секунду Из-за чего изображение становилось более резким и четким Однако зрителям не понравилась такая технология Глаза в кинотеатрах болели, да и в целом было ощущение, что мы смотрим телеспектакль Вообще смотришь на то, как гномы сражаются с невидимыми пауками в невидимой локации И понимаешь, что с одной стороны это будущее, а с другой началась эра пластмассового кино И от этого становится невероятно грустно Дорогие друзья, обязательно пишите свои любимые фильмы на наш абонентский ящик И мы обязательно узнаем, каково это кино на вкус в рубрике «Кино из...» О, кажется, у нас снова проблемы Это что, эльфийский? Не обращайте никакого внимания, это все спецэффекты На самом деле мы одни в этом замечательном подвале Это хорошо, а то я уже начал волноваться Здравствуйте, дорогие телезрители и телезрительницы В эфире рубрика «Мультиварка» Меня зовут дядя Боря А это мой лучший друг Гаврюша И Мишкинс И Мишкинс Офигенно Дядя Боря, я обожаю сказки В детстве папа рассказывал нам сказку про трубача Классная сказка, блин А у меня любимая сказка «Разочарался» Мишкинс, а помнишь, как мы здорово изображали звук трубы? Давай попробуем снова Блин, отличная идея Мэтт Грёнинг – талантливый шоураннер, который со своей командой подарил нам Симпсонов и Футураму В кои-то веки команда Грёнинга сделала новое шоу И на этот раз мы перебрались в фантазийный мир Мир разочарования А можно я пошучу о том, что разочарование – это разочарование? Блин Нельзя В центре действия принцесса-алкоголичка Бин, у которой конфликты с отцом Она отказывается выходить самуж и вместе с потешным эльфом решают отправиться на встречу приключения В отличие от тех же Симпсонов, в разочаровании есть сквозной сюжет, который тонкой линией перетекает из серии в серию и из... Сезона в сезон! Но линия не очень! За мультик отвечал Нетфликс, а они авторов ни щемят Но почему-то они написали довольно тривиальную историю о принцессе, которая не такая, как все Акцент здесь делается на сюжете, а шуток вот мало! Блин, я помню шутки, где эльф такой стоит, смотрит на замок и говорит А че такой замок маленький, блин? А затем он говорит А, это я просто стою далеко Офигенно На отдельные сюжетные линии кладут болт Например, как на линию тайного магического общества О которой к концу сезона практически ничего не рассказано А вот эта принцесса, блин, то ненавидит батю, то любит, то хочет быть сильной и независимой Кто хочет нежности, я ничего не понимаю Дайте мне сказать хоть слово Дело в том, что сюжет и шутки здесь будто не уживаются в одном флаконе и существуют отдельно Персонажи меняются для какого-нибудь конкретного гэга и тут же возвращаются в свою привычную форму, продолжая жить в сюжете А сам сюжет довольно пресный Да, у мультфильма классная и узнаваемая анимация Ощущается фирменный стиль, чувствуется рука мастера, но все равно Не дожали, не буль-буль, но и не бам-бам! Но лично мне нравится, что Мэн Грёник в разочаровании сделал акцент на взаимоотношениях отцов и детей Забавно, что современных Симпсонов такого уже нет А разочарование вы можете включить фоном, но если вы его пропустите, то ничего не потеряете Кстати, об отцах! Дядя Боря! Нас сегодня с работы забирает папа! Ты мне не говорил, что у тебя есть папа? Конечно, есть! Вон, блин, папка идет, мой лучший друг! Здравствуйте! Дядя Боря, у нас так не принято! В нашей семье с лучшими друзьями здороваются по-другому! И как же в вашей семье здороваются, Гаврюшенька? Сейчас наш папа вас подружески скушает! Да, блин! Что ж, детей с работы забрали, значит, самое время закругляться! Рассвет уже совсем скоро, и поэтому меня зовут Данил, и мы еще обязательно с вами увидимся! Хэштег Видеосалон Базар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова